всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале и с вами витарган 177 сегодня у нас с вами на обзоре зил будет 164 вот автором которого нас является виктор антихин он же бубль губ данный мод я скачал сайта ст мод что в принципе вам и советую также вы сможете увидеть ссылочку под видео и в моей группе витарган 177 spintires но для того чтобы скачать я думаю стоит все-таки посмотреть еще обзорчик дабы не ошибиться в выборе мода мягко говоря так ну что ж достаточно легендарный автомобиль который славился в 50-е года вот поэтому не люблю проходить мимо таких машин хотя в принципе есть небольшое упоминание относительно самого даже название этого мода то что присутствует слово бета в чем заключается смысл данного аргументного названия я честно говоря пока не знаю я даже мод этот вообще не тестировал впервые вижу вообще перед собой скачал просто установил и что называется решил записать обзор может быть что-то связано относительно текстур потому что все таки видно есть какая-то небольшая размытость в этих текстурах вот может быть из-за этого еще как это называется это ребят subeta внутри у нас под капотом дать проверю функционал давайте заведу свой звук двигателя внутри у нас ребят присутствует вращающийся вентилятор охлаждения двигателя ну в принципе вот я не знаю если смысл залазить прямо конкретно вот принц вот его видно анимация вентилятора и раньше двигатели охлаждались принудительно независимо от температуры самого движка то есть как только двигатель был заведен так сразу начиналось охлаждение то есть он принудительно вращался от вращения самого двигателя был ременчатый привод на вентилятор так ну давайте что дальше будем смотреть что дальше вид из кабины ребята отсутствует вид из кабины вот такие манипуляции у нас производится когда мы перед видом из кабины мне кажется камера несколько высоковато расположена можете даже сами наблюдать то есть она даже не где-то над кабина гораздо выше что-то чуть ли не еще вторую кабину можно это расстояние поставить мне кажется день тут сюда надо было ее потому что при таком виде мы даже не висим не видим нос самого автомобиля обычно это вот как то вот так куда вот когда мы перебираемся на вид сверху кабину где-то вот такая вот такой вид получается ну то есть вот так вот мы нос видим вот здесь же ничего не видно когда вот прямо если ехать не не болтать камерой вот автомобиль и вообще не видно за счет того что камера расположена крайне высоко так водила у нас уже уснул клаксончик от легковой машины но в принципе она здесь оправдана данный зил он достаточно легкий был и в жизни вот единственно ребят что я хотел бы еще зачитать выискал такую небольшую инфу относительно этой модели на википедии и считаю нужным ознакомить вас этой инфой давайте собственно говоря наверное зачитаю значит выпускался данный автомобиль у нас с 57 по 65 года вот так же еще что самое интересное было был зил 164 трехосный с колесной формулы 6 на 4 но этих модификаций было крайне мало сейчас объясню почему значит даже не объясню а против зачитаю значит зил 164 колымская модификация производилась самостоятельно местным автопредприятием устанавливалась третья ось позволяла увеличить грузоподъемность эксплуатационные качества данную модификацию в качестве памятника можно увидеть в городе магадана район автотек за за время за все время вообще за все время имеется ввиду с 57 по 65 было выпущено порядка 17 модификаций зилов 164 17 модификации но вы знаете но модификации там даже заключалась в том что если автомобиль не бензиновый допустим к примеру да на газе это уже являлась все это уже другая модификация вот и допустим были самосвалы для сель сельского хозяйства а были самосвалы для строительства допустим стану дострою дома да там кирпич возит там или еще то есть вроде бы самосвал самосвала вот но один для строительства другой для сельского хозяйства это тоже было две разные модификации то есть принципе вот с такими незначительными на мой взгляд отличиями уже прибавлялись у нас модификации ладно давайте наверное все таки с эксцентрируемся относительно еще немного внешности колесики мне кажется несколько сероватый ну по текстурам можно было даже добавить черноты непосредственно к покрышкам потому что как-то уж слишком они серые даже такую присутствует имитация блеска такое ощущение как будто я не знаю из баллончика серого как вот покрасили вот а так целом машинка на самом деле очень красивая харизматичная и просто вот легендарный автомобиль я считаю я бы конечно акцентрировался на этом автомобиле ну если бы я был бы мододелом да то я бы наверное акцентрировался на этой машине как можно больше уделил бы как можно больше внимания чтобы была это уже версия не бета а полноценный 164 зилок для пол вполне играбельный ребят в планах у меня создание карты именно для таких машин с колесной формулой там 4 на 2 6 на 4 те которые так скажем не востребованы в игре в из пентарес я хочу сделать их более востребованных за счет своей карты не знаю как как скоро я приступлю вообще к этой карте вот надеюсь что скоро надеюсь но пока ничего обещать не могу к сожалению со временем несколько напряженных все так ладно так водила у нас опять задрых давайте посмотрим вообще что у нас кабине кстати посмотрите очень даже все неплохо в кабине достаточно красивые сидушки текстуры на сидушках классные вообще офигенные присутствует кстати ручка подъема стеклоподъемников отсутствует правда ручка открывания дверей так ладно давайте вот с этой стороны попробуем заглянуть еще во блин кстати вполне было бы неплохо если был бы вид из кабины хрен бы с ним с этой анимации руля вот но вид из кабины здесь был бы очень даже актуален на мой взгляд так что ребят не знаю почему автор сделал камеру снаружи да еще бог знает где вот мне кажется смело можно было делать камеру внутри салона значит на этом автомобиле у нас присутствует 7 своих аддонов плюс два вида колес собственно говоря мы сейчас на это с вами и посмотрим открываю функцию гараж значит первым делом у нас не ставится карт а это у нас распуск значит устанавливается кориджи позволяет возить груз два очка да в любом случае два очка экзохаус так ладно к этому проще позже давайте сначала проедем на локацию лесоповала будем проверять все это дело на погрузку разгрузку сколько чего у нас будет выпадать при разгрузке и так далее там подобное значит загружаем с вами так да загружаем с вами вот два очка бревен ребят у нас с вами загрузилась я уже теперь могу знать с уверенностью на чем мы поедем по полигону скидываем груз о даже смотрите невзирая на то то что бревнышки лежат крайне неровно не понял простите это как это родилось вообще здесь три коротких одно среднее это как простить ну ка еще раз не ну серьезно ребят или нет подождите 22 по моему средних и два коротких офигеть вот это да знаете ли ребят вам придется наверно позаморачиваться погрузки потому что по моему нужно загрузить два средних и два коротких бревна вот ну ладно давайте скидываем с вами кориджи и смотрим что у нас дальше есть значит устанавливается зелкард и благодаря данному аддону смотреть какой симпотники зилкард вот и благодаря этому аддону мы с вами теперь можем установить зал трейлер к установив данные трейлер карт мы с вами теперь можем и так предполагаю загрузить средние бревна да вот средние бревна Загружаются Ух, как они богово накладутся Да, вот здесь что-то с рогаткой Ребят, бак какой-то Не знаю, как это вообще будет влиять на Так скажем Проезжабельность где-либо В принципе, ребят, смотрите Они уложились и сейчас все нормально В принципе, считаю, что вполне допустимый бак Бывает такое, что При погрузке маленечко вот эти рогатульки Они на платформах багуют Либо на распуске даже бывает, что багуют Но если в конечном итоге Мы получаем идеальную погрузку То, в принципе, на этом можно и закрыть глаза Это не столь принципиально Так, давайте скидываем груз Смотрим, что у нас с вами выпадает Матерь Божья Много чего у нас здесь выпадает, ребят И как это все уложить Я, честно говоря, боюсь даже представить Выпали и березовые какие-то палки Выпали и обычные дефолтные средние палки Бревна, то есть, простите Что-то здесь вообще какая-то шурум-бурум Непонятно, что вообще с чем естся Так, ладно, давайте еще раз попробую погрузиться Может быть, отчасти это что-то уберется Да, вот, слава богу, убралось Так, ладно, отцепляю я Роспуск Отцепляю я КЭРТ Устанавливаю дальше у нас идет с вами Цистерночка, емкость Которая составляет 800 литров В принципе, объем вполне оправданный Ну, по сути, наверняка Здесь, как бы, объем Больше ориентирован на Так скажем, на играбельность А не на реалистичность По факту здесь бы поместилось бы больше А не 800 литров Это я вам говорю на полном В серьезе Здесь у нас просто сделан объем Относительно игры Вот, потому что, конечно же Если сделать здесь дефолтный объем Хотя бы 1200, да То мы помним, что дефолтная цистерна Она значительно больше Конечно, здесь вот в игре Оно несколько несбалансировано С реальностью Поэтому абсолютно правильное решение Со стороны Виктора Антюхина В том плане, что Был сделан объем 800 литров Так, ладно Снимаю я цистерну Устанавливаю экзохаус Это у нас Собственно говоря Пожаробезопасный выхлоп Устанавливается он спереди Давайте проверим Собственно говоря Чтоб отсюда все вылетало Да, все абсолютно верно Выхлоп у нас Начинает вылетать Из-под бампера Так Снимаю экзохаус Устанавливаю Кунг Кунг нам дает 600 ремонтных очков Свой аддон Ребят Очень симпотненький Гармонично Смотрится абсолютно гармонично За исключением Отсутствия текстур На фарах Вот Отсутствие текстуры В принципе Работоспособности У них тоже Ребят Отсутствует Нет работоспособности У этих фар Так Кстати Работу светотехники Я не проверил Ни болта Вот Фары светятся Головное освещение Включаю ночь Все прекрасно И замечательно Здесь как бы Без нареканий А что у нас еще Загорается Да ничего Только головное освещение А сзади Что-нибудь загорелось Давайте я сниму Кунг Там по-моему Правда ни болта нет На раме Ну-ка Да Ничего у нас здесь нет Ладно ребят Это по большему счету Не шибко принципиально Но Тем более что Есть пометочка В названии Мода Бета Так И последний аддон Два очка гаража Мы благодаря ему получаем Опять же мы еще Так же получаем Отсутствие Бестекстурные Вот эти фары сзади Вот Опять же Естественно Они не работа способны К сожалению Блин Ну зелок очень На самом деле Ребят классный Если Все таки Виктор наберется Так скажем Свободного времени И решится Его довести до ума Просто будет огромный респект И повторный обзор На него Это как минимум Вот Так Данный Что я сказал Два очка гаража На погрузку Он не грузится Я правильно понимаю Нет Он не грузится Хотя места свободного Предостаточно Можно смело Что-то туда накидать В таком случае И Расширить Так скажем Функционал данного аддона Сделать К примеру Перевозку топлива Перевозку ремки И плюс ко всему Еще два очка гаража Безусловно Конечно же Не хватает ему Какого-нибудь Идентичного Похожего Подстать Так скажем Вот этому тенту Еще и прицепчика Было бы вообще Просто великолепно И очень красиво Ладно Хорошо Безусловно Это возможно Будет еще кем-то Дорабатываться Может быть Непосредственно Даже самим Бубльгумом Вот Устанавливаю Я значит Кориджи Также давайте Посмотрим Второй комплект Колес А именно У нас здесь Зилла Офроуд Вихел Вот такие На самом деле Офроуд Ребят С гораздо Большим Протектором По сравнению С предыдущим Комплектом Колес Предыдущие Просто сливки Были у нас Очень гладенькие Такие Что называется Городские Эти же у нас Спокойно Могут Ковырять Грязь Что собственно Говоря Нам сейчас Предстоит Сделать Давайте Загружаем Мы с вами Два Очка Вот И собственно Говоря Давайте Прокатимся По полигону Значит Безусловно Ребят У нас Колесная Формула Колесная Формула 4 на 2 Сейчас Я это Собственно Говоря Проверю В грязи Отсутствие Редуктора Спереди У нас Присутствует Только балка Я думаю Что 4 на 4 У нас Здесь Не будет Я На это Очень Надеюсь Но Судя По поведению По идее Не должно Быть Здесь Потому Что При Повороте Блин Звук Классный Вообще Офигенный Звук Просто Шепчет Ребят Просто Блин Так Поворачиваем Здесь Направо Давайте Все Так Прокатимся По болоту Это Это Стопудово Надо Сделать Конечно Не знаю Поеду Ли Я По всему Полигону Постараюсь У меня Было Даже Начально Такое Желание Прокатить По маршруту Джиперскому Нежели По Грузовиковому Потому Что Все Так Колесная Формула 4 на 2 Она Возможно Скажется У нас На Прохождении Блин Вот это Конечно Бестекстурные Пары Они Крайне Портят Вид Так Я не пойму Вообще У нас Сколько Ведущих Колес Пока Еще Не буксовал Не могу Однозначно Сказать Смотрите На повышенный Как в болоте Идет Если он 4 на 2 Ребята Это Просто Будет Да Он 4 на 2 Смотрите Насколько Быстро Вращаются Задние Колеса Насколько Медленные Передние Блин Вот это Проходимость Вот это Я понимаю Не 130 Здесь у нас Давно Уже Буксовал Я кстати Катался Здесь На 130 Ему Было Крайне Тяжело Здесь Ехать Блин Ну Этот Зелок Вообще Конечно Шикарен Да Не смотрите Ребят На то Что у него 4 на 2 Проходимость У него Очень Даже Неплохая Просто Четверочку Можно Смело Поставить За проходимость Учитывая Тот Факт Что у него Все таки Колесная Формула Ля 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 4 на 2 Чуть Не перевернулись Очень Даже Неплохой Грузовичок Ребят Рекомендую Скачать Понаделась Кринов Еще раз Напоминаю Скачать Вы сможете Увидев Ссылку На видео В моей Группе Витарган 177 Спинтайрес На сайте СТМОС Я думаю Многие Уже Скачали Так как Эта Мото По моему Уже Красуется С вчерашнего Дня На сайте Так Здесь Давайте Вот таким Вот об этом Проедем Блин Надо Как-то Камеру Делать Я даже Не знаю Честно говоря Как это Сделать Более Комфортно Чтобы Вам Было Хорошо Видно Можете Смело Наблюдать То Насколько Он Едет Уверенно Я Так Сказал По Болоту На Повышенной Ни разу Ребят Еще Не Забуксовал И При Всем При этом Мы Ни разу Не Переключаюсь Еще С вами На Пониженное Про Да Конечно Я Больше Чем Уверен Что В Хардкорной Грязи Он Застрянет От Этого Не Уйти Вот Но Простите Меня Но Там И Чуть ли Не Грузовики С колесной Формулой 8х8 Или 6х6 Буксуют И Застревают И Съехать С места Не Могут Поэтому Данному Сделку Старичку Ему Это Будет Вполне Простительно Я Обожаю Такие Машины Если честно И откровенно Говоря Вот Просто За счет Своей Легендарности Старины Конечно Наверняка Многие Не оценят Мои Вкусы Но Ребят На самом деле Достойный Агрегат Многие Вполне Возможно Предпочтут Зил 157 Потому Что Он 6х6 И Он Более Проходимый Я Больше Чем Уверен Что Многие Предпочтут Вот Но Я Дам Своё Предпочтение Как и 157 Так же Этому 164 Ну 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 Здесь Навер Засядем Скорее Всего Ребят Смотрите Нас Как Кренет Очень Сильно Кренет Давайте Попробую Включить Конечно Пониженный Но Она По моему Мне Мало Чем Поможет Что Пошел Что Офигеть Он Пошел Нет Недалеко Он Пошел К сожалению Не Застряли Здесь Вот Такое Местечко Знаете Ликоварное В болоте Вроде Казалось Вот Конец Болота А Засандали Здесь Можно Прям По Самой Небалу Так Сдали Назад И Вообще Сели По моему Вообще Не Идет Больше Да Вообще Не идет В предыдущий раз Он по моему Дальше Проехал Не по моему А точно Даже Давайте Может попробую Назад И немножечко С бачка Объехать Это болотце Не люблю Я честно Говоря Пользоваться Лебедкой Я все таки Стараюсь Чтобы моды На обзоре Проезжали В тех или иных Местах С своим ходом Может быть Это конечно Занимает Больше времени Лебедкой Воспользоваться Было бы Это гораздо Быстрее Может быть Даже отчасти Благоразумнее Но Машина должна Ехать сама Тем более Что опять же Если ориентироваться На реализм На реализм Вот То Здесь отсутствует Ребят Лебедка Если начинать С этого То есть Лебедка отсутствует Соответственно Тянуться нечем Вот Ну конечно же Безусловно Мы подсобили бы Лебедка Если бы Было бы Какое-то Безвыходное положение Аля Забуксовали И ни вперед Ни назад И мы бы Не выехали Ну в принципе Вот таким Кощунским способом Мы проехали Этот участок Болота Объехали Так скажем Эту глубину Урона Урона У нас пока С вами Нет Мы доехали Уже с вами До вот этой Грунтовочки Сейчас посмотрим Насколько будет Актуален он На этой Грунтовке Линии Честно говоря Это с вами Протестируем Один недостаток Пока еще Ну как Не один Есть несколько Недостатков В этом моде Мною были Обнаружены Это относительно Текстур На фарах В принципе Самих текстур На кабине Вот эта вот Размазанность Присутствует Размытость Текстур Конечно Поработать Над ними Стоит И плюс Ко всему Ребят Присутствует Также Недостаток Погрузки Средних бревен Когда Производим Разгрузку Непонятно Вообще Сколько И чего Там вообще Из них Вылетает Блин Ну смотрите Как проехал Блин Очень так Реалистично Знаете Типа Жопа Подзабуксовала Морда Уже выскочила Ай-яй-яй-яй-яй-яй Креница Креница Смотрите Я уж прижался В левую сторону Как можно ближе Тем не менее Крен Идет Очень большой Подвеска Очень работает Достаточно отзывчиво Она мягенькая И Крен За счет Мягкости Подвеска Конечно Велик Ну прижался К левой стороне Проехали Главное Не перевернулись Ребят Тест На данном участке Полигона Считайте Пройден Включаю автомат Давайте попробуем Побыренькому Здесь горочки Скатиться И впереди Нас ожидает Впереди У нас ожидают Грязевые пороги В принципе Я прохожу Вот этот участок Дороги На Повышенной Все время Я думаю Застрять мы не должны Ох Ну тяжело Тяжело Ребят Идет Вообще Очень тяжело На самом деле Обычно Я здесь Знаете ли Опа Не прошли Мы на повышенной Обычно Я здесь вообще Пролетаю Просто со свистом Нанося Моду Огромное количество Урона О Застряли Блин Я честно говоря Боюсь вообще Хартурную грязь Лезть Ооо Смотрите Сели Так сели Честно говоря Я не помню Мод Который бы мог Застрять у меня Здесь на этих Грязевых порогах Этот зелок Будет первый Но все таки Все равно Я отдаю ему Должное За То что Все таки Вообще Машина Старенькая Проходимость У нее большая Быть не должна Вот И Безусловно Колесная формула Ребят Во многом Говорит 4 на 2 Это вам не 4 на 4 Поэтому Поэтому нужно Делать поблажки Так Давайте проверять Наконец-то уже Нанесение урона Водой Доехали Наконец-то мы с вами До этой глубокой Лужи Во Практически Ребят Крыша Уже скрылась У нас только Начал наноситься Урон Под водой Он едет Что-то как-то Крайне тяжелое Я бы даже сказал Не едет Вовсе Вообще Не едет Я не знаю Такое ощущение Как будто Он там вообще Завис В этой воде Я не знаю В воздухе Что-ли Повис Колеса Не соприкасаются С поверхностью Дороги Что-ли Я не знаю Почему так Но факт Остается факт Он даже не выехал Из этой воды Так Впереди у нас С вами Собственно говоря Хардкорная грязь Ох Даже я Честно говоря Как-то побаиваюсь Вообще Сюда ехать Знаете Что меня здесь Поражает На повышенный Заблокирован Дифференциал Расход у меня Топлива Показывает 2 литра Это по-моему С лихвой Вам хватит То есть Ну Пускай в режиме Симулятора Если даже Это умножить На 2 Пускай Это будет У вас Ну не знаю Ну 4 литра Так Ну мы По крайней мере Доехали до Участка Хардкорной Грязи Грязи Вот Вот Собственно говоря Мы В нее Засандалились Безусловно Я пробую Включить Пониженную Безусловно Ребята Я пробую Снижать Обороты Ничего Это К сожалению Не дает нам То есть Безусловно Нам придется Воспользоваться Лебедкой Чтобы отсюда Как можно Скорее Вылезти И продолжить Нашу поездку По полигону Ну еще Встал Угол Лебедки Мне кажется Несколько Не такой Как надо Ну да Его волохает Прям конкретно К дереву Вместо того Чтоб волохало Так скажем Прямо Хоть и колеса Я вывернул Но Из-за отсутствия Эээ Давай Не Лопичь уже Ну как Отключить Где то есть А вот Так Ну здесь Я думаю Мы с вами Просто должны Обязаны Я даже Казал бы Пролететь Со свистом Включаю Автомат Несмотря на Неровности Грязь Здесь Достаточно Такая Ну очень Мелкая Вот Проехать Мы этот Участок Дороги Обязаны Просто Достаточно Быстро Естественно Я делаю Все равно Это Заблокирован Дифференциалом Дабы Не буксовать На ровном Месте Нифига себе Меня качает Это просто Какие то уже Экстремальные Трюки У нас здесь Получаются На старичке В 164 Я думаю В те годы До такого Не додумались Ездить На двух колесах Очень оперативненько Ребят Пролетели По этой Лайтовой Грязи Сейчас Мы с вами Отправляемся На автодром Смотрим Как он там Себя поведет Потому что Колесная форма Блин Я очень часто Упоминаю На обзоре Относительно Колесной формы Очень много Делаю Поблажек Очень много Делаю Поблажек Исходя Только на то Что у него 4 на 2 Так Доезжаем С вами До пилорамы И поехали Смотреть Работу Способность Подвески Не знаю Что уж Мы там С вами Увидим Разгружаем Два очка Разгружено Поехали Что называется Теперь На Приблизились С вами Ой По-моему Я немножко Никуда уехал Ресорки Работают У нас Да Ресоры Работают Все прекрасно Здесь у нас Все работает Кстати У нас Кардан Не работает По-моему Да Или работает Подождите Блин Да как себя Посмотреть Это будет Крайне далеко Проще Наверное Снять Так скажем Этот Кориджи И вот так Вот сверху На это Собственно говоря Дело И посмотри Кардан Работает Анимация Задней Подвески Присутствует Я вижу Что ресоры Шевелятся Более того Ресоры Здесь усиленные Двойные Для Большей Грузоподъемности Да Все верно Единственное Конечно Проехать Ему Здесь Крайне Тяжело Опять же Это Наверное Первый Мод Который У меня Застрял На проверке На подвеску До этого Я еще Таких не встречал Ну Вообще Шикарно Просто Великолепно Мне по-моему Дальше Сцепляться Нет А Не Есть За что Давайте Пробуем Цепляться Не знаю Не вижу Смысла Вообще Ехать На эти Ступеньки Ой Блин Надо было Дальше Тянутся Небольшое Блин Прямо Вообще Практически Это На самом деле Было Очень Классно Смотрелось Он Практически Выехал Отсюда Блин Вот Чуть 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 Не хватает Буквально Вот Кстати Проезжает Вот этот Грязевой Участок Как только Дотрагиваться До твердой Поверхности Начинает Буксовать Ну Чуть Чуть Не хватило Смотрите Ребят Сами Давай 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 Ешкин Матрешкин Не хочет Он отсюда Выезжать Я уж Стараюсь Как то Не знаю Раскачать Ну По моему Это Ни на что Не влияет Давайте Опять же Воспользуемся Преимуществом Лебедки Да С лебедкой Вообще По-изи Ребят На самом деле Не хватало Ему буквально Совсем Чуть Чуть Чтобы Проехать Этот Участок Дороги Так Впереди У нас С вами Уже Змейка Включаю Повышенную Как всегда Ну Со змейкой Проблем Быть не должно Мало Того Что В принципе Повышенная Передача Она достаточно Тихокодная То есть Здесь мы особо Не торопясь Проходим Все участки Вот этой Извилистости Вот И плюс Ко всему Еще Сами Размеры Мода Крайне малые Поэтому Из каких-либо Проблем Мы проехали По-моему Даже Взять Какой-нибудь Такой Недорожник А-ля Landcruiser Вот Вполне Будет схож По габаритам С этим Звуком Так Параллельная Парковка Ну Здесь В принципе Все Все Всем Понятно Вот Но Безусловно Я Ни в коем Случа Не проезжаю Никакого Участка Упражнения На этом Автодроме Так Отлично Парковка В гараж Так Дальше У нас Разворот В ограниченном Пространстве Ой Урон Ну Вообще Без проблем В принципе За два Захода Как и Положено Так Оно И есть Ну И Собственно Говоря Горка Одно Из самых Так Скажем Наверное Тяжелых Упражнений Которые Будут Крайне Тяжело Взять Так Ставлю Ручник Включаю Пониженную Газ Пол Да Да И на Повышенный Ребят У него Что-то Как-то Не Получается Даже Более Того Он Ползает Назад Ладно Давайте Попробую На автомате Может Он Как-то Разгонится И Залетит Туда Я Стараюсь Прибег Ко всем Возможным Способом Разгона Дабы Взять Это Препятствие Чтобы Конкретно В грязь Лицом Узелок Не Упал Вот Делаем Все Возможно Чтобы Проехать Участки Дороги Нифига Подобного Не Получается Так Ладно Придется Нам Это Дело Каким То Объезжать Здесь Наверное Объеду Давайте На автомат Переключимся Только Чтобы Ускориться В принципе Осталось Нам Всего Ничего Безусловно Я Не Поеду На гору Кто Выше Вот А хотя Вы знаете Можно Поднимется Леон Выше 130 Посмотреть Почему Бо И Нет Да Вот Если Так Там 130 Стоит Давайте Посмотрим Поднимется Леон Выше 130 Можно И Проехаться Давайте Единственное Что я Сделаю Ускорю Этот Процесс Так Гора Кто Выше Так Ускорю Этот Процесс Установлю Опять же Кориджи Два Очка Как И Тестируются Все Здесь Моды На Локацию Лесоповала Мы С вами Заезжаем И Погружаемся Вот Поехали Включаю Гиф Включаю Повышенную Ну Давайте Побьем Рекорд 130 Узела На этом В принципе Я буду Уже Вполне Доволен Так По крайней мере Мы его Уже Открыли Это Есть Хорошо Так Так Мы Побили Рекорд 130 Зела Более того Мы Едем Еще Дальше Ну Вот Собственно Говоря Ребят Мы С вами Приехали Забуксовали Мы С вами Вот В этой Финтиклюге Так Ладно Телепортируюсь Я Сразу Пожалуй Тогда На Локацию Гаража И Давайте Здесь Я Поскидываю Все Лишнее Установлю Стандартную Резину И Поехали На Тест Скорости Березовые Бревна Конечно Безусловно Хорошо Блин Ну Что-то Они Повыпрыгивали Откуда Только Мод Ба Бревна Выскочило Как Они Должны Лежать В правильном Порядке Я Честно Говоря Не знаю Так Включен У нас С вами Автомат Включено У нас С вами Состояние Смотрим Насколько Быстро Будет Данный Мод При Разгоне На Полосе Асфальтированной Ровной Полосе 32 33 Так От бордюра Надо подальше 34 И 4 Десятых 34 35 Ребят Уже В принципе Очень даже Неплохо Я честно Говоря Не помню Какая Скорость У 130 То есть Я особо Сравнить Не сравнить Не с чем Но Учитывая Года Этого Автомобиля Да То Что Он Просто Не имеет Права Быть Скоростным То Вполне Нормальная Скорость Я считаю 36 И Три Десятых Четыре Десятых Пять Десятых Три Шесть И Пять Десятых Ребят Это Пока Еще Максим Что Я Собственно Говоря Видел На Обзоре 36 И Пять Десятых Десятых Сейчас 36 Да 36 И Пять Десятых Ребят Это Максималка Для этого Мода Я считаю Вполне Адекватная Скорость Для данного Грузовичка Просто Шикарно Все Очень Хорошо Сбалансировано Есть Конечно Недостатки По этому Моду Но Они Крайне Простительны Вот Так И Краш Тест 241 Урона Из 500 Заглохли Плюс Ко всему Что У нас Уазиком Уазик Как Всегда У нас Просто Ваути Так Поломались Поломались Так Давайте Я здесь Закончу Круг Почета И Собственно Говоря На этом Закончу Обзор Значит По недостаткам Погрузка Средних Бревен По недостаткам Текстуры На кабине Что В принципе Это вообще Маловажно По Большему Счету Текстурки Размазанность Если Кто-то И будет Дорабатывать Этот мод То Обращать На это Внимание В последнюю Очередь На текстуры Значит По 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 Все Таки Сделать Еще Присутствие Вида Из кабины Потому Что Достаточно Очень Приятный Вид В кабине А камера Забубенина Куда Черт Черт Куда Очень Высоко Вот Ну На этом Пожалуй Все Ребят Я закончу Всем Большое Спасибо За просмотр Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Не забывайте Уступать В мою группу Вконтакте Витарган 177 Спинтарис Скачать Вы данный Мод Сможете Увидев Ссылку Под видео На сайте Эстемоции В моей Группе Всем Спасибо И всем Пока Субтитры Субтитры